Ну, впрочем, наличие жилплощади не гарантирует комфортные условия. С тобой согласятся жильцы одного из домов по улице Червишевский тракт. Там люди замерзают в собственных квартирах, они с трудом пережили минувшие морозы. О причинах и сроках решения этой проблемы узнала Ксения Моисеева. Червишевский тракт, дом 21, корпус 2. Температура в квартирах держится на отметке 18, что на 2 градуса ниже нормы. А все потому, что батареи едва теплые. Но холоднее всего сотрудникам компании офис, который расположен на первом этаже. Здесь минувшие инварские морозы было всего 11 градусов. От расхода уже не думают, здоровье дороже. Мы постоянно в теплых одеждах. В курточке сидим, у девочки у нас в шарфе, в курточке, курточка висит. А в теплых одеждах очень неудобно, некомфортно. Подстилаем подстилочку под ноги, чтобы ногам было теплее. Ледяной пол – еще одна причина того, что в офисе холоднее, чем в квартирах над ним. Но так было не всегда. Замерзать начали после того, как управляющая компания «Высотки» попробовала наладить систему вентиляции. Получилось не очень. Вентиляция в офисе работает. Это мы можем проследить по тому, как листок притягивается воздухом к решетке. Но происходит это только в том случае, когда в помещении открыто окно. Попробуйте поработать в таких условиях зимой. Но стоит только закрыть окно, как вентиляция в офисе начинает работать обратным ходом. Холодный воздух в помещение поступает уже отсюда. Коммунальщики установили вентиляционные люки в подвале дома. После этого там начали гулять сквозняки. Все равно вентиляция не работает. А у нас еще в передаче получился ледяной пол. А чтобы сейчас пол на нас был теплый, что-то даже управляющая компания не реагирует. После жалоб вентиляционные отверстия запенили. Обещают, что через несколько дней офис прогреется. Разберутся и с отопительной системой. Температура отопления подается согласно режимному графику. То есть вся система автоматизирована полностью. Сколько за окном, столько и подается в квартире. Управляющая компания считает, что в системе есть конструктивные огрехи, разбираться с которыми должен застройщик. Но жильцам от этого не теплее. Им остается запастись терпением и теплой одеждой. Ксения Моисеева, Сергей Мякишев. Тюменское время.